Слово на Новый Год, сказанное Иоанном Златоустом в Антиохии 1 января 387 года по Рождестве Христовым. Как для хора нужен начальник и для общества мореплавателей кормчий, так и сон священников желал бы сегодня быть вместе со своим архиереем и общим отцом. Но в хоре и на корабле за отсутствием начальников часто многого не достает для порядка и безопасности. А здесь не так, потому что хотя епископ не присутствует здесь с телом, но присутствует духом. И ныне он с нами, хотя сидит дома, равно как и мы с ним, хотя стоим здесь. Сила любви такова, что она обыкновенно совокупляет и соединяет находящихся на далеком расстоянии друг от друга. Того, кого любим, мы представляем себе каждый день. Хотя бы он жил на чужбине и был отделен от нас обширными морями. Равно как того, кто нам не нравится, хотя бы он находился близ нас, часто как бы совсем не видим. Так где есть любовь, там расстояние места нисколько не вредит. А где нет ее, там нет никакой пользы от близости мест. Недавно, когда я говорил в похвалу блаженного Павла, вы были в таком восторге, как бы видели его самого присутствовавшим с нами, хотя тело его лежит в царственном городе Риме, а душа в руке Божией. Праведных души в руке Божией и не прикоснется их мука. Однако сила любви представляла его перед вашими глазами. Хотел бы я и сегодня заняться тем же предметом, но слово мое стремится к другим неотложным предметам, к сегодняшним погрешностям всего города. Желаясь им слышать похвалы Павлу наперед, должно сделаться подражателями добродетелей Павла и достойными слышать о них. Итак, хотя нет с нами нашего отца, но ободряясь его молитвами, я предложу вам поучение. Так и Моисей, хотя телом не находился вместе с сражавшимися израильтянами, но не менее гораздо более сражавшийся способствовал победе, простертьем рук, подкрепляя своих и приводя в трепет противников. Как сила любви не останавливается расстоянием мест, так и действия молитвы. Но как любовь соединяет разлученных друг от друга, так и молитва может принести величайшую пользу находящимся вдали друг от друга. И так смело вступим в борьбу, ибо и нам теперь предстоит борьба не с амалекитянами, напавшими, как в то время, и не с другими какими-либо варварами, сделавшими набег, но с демонами, которые ходят торжественно по площади. Происходящие сегодня дьявольские сеночные гуляния, шутки, бранные крики, ночные пляски и смешные забавы, хуже всякого неприятеля пленили наш город. И тогда, как должно было бы сокрушаться, плакать, стыдиться, как согрешившим, так и не согрешившим. Одним, смотря на свои грехи, а другим, смотря на бесчиние братьей, наш город веселится, красуется и увенчивается. Площадь, как любящая наряды и роскошная женщина, сегодня заботливо украшается, облекаясь в золотые и драгоценные одежды, обувь и прочее тому подобное. Всякий мастеровой, выставляя на показ свои работы, старается перещеголять своего товарища. Такое соревнование, хотя показывает ребяческий ум и душу, неспособную к великим и возвышенным помыслам, но не слишком большой влечет за собой вред. Есть только какое-то безрассудное рвение, навлекающее на соревнователей осмеяние. Если ты хочешь украшать, то украшай не мастерскую, но твою душу, не площадь, но ум, чтобы ангелы дивились и архангелы одобряли твое дело. И владыка ангелов наградил тебя своими дарами, а хвастовство, совершающееся ныне, возбуждает и смех, и зависть. Смех в тех, которые мыслят несколько выше, а зависть и великую ненависть в тех, которые подвержены тем же болезням. Но, как я выше сказал, такое соревнование заслуживает небольшого порицания. А более всего прискорбно состязание, которое происходит сегодня в гостиницах, и преисполнено распутство великого нечестия. Нечестие потому, что занимающиеся ими замечают дни, гадают, и думают, что если первый день этого месяца они проведут в удовольствии и веселье, да и во весь год будет тоже. А распутство потому, что на самом рассвете и женщины, и мужчины, наполнив стаканы и чаши вином, напиваются с великой неумеренностью. Это несообразно с нашим любомудрием, сами ли вы делаете это или позволяете делать другим, слугам или друзьям или соседям. Неужели ты не слыхал слов Павла? Наблюдайте дни, месяцы, времена и годы. Боюсь, не напрасно ли я трудился у вас. Крайне безумно по одному счастливому дню ожидать того же на весь год. И не только от безумия. Но и от дьявольского влияния происходит та мысль, будто в делах нашей жизни надо наполагаться не на собственную ревность и деятельность, а на дневные обращения времени. Счастлив для тебя будет год во всем не тогда, как ты будешь пьянствовать в первый день, но если и в первый, и в каждый день будешь делать угодное Богу. День бывает худ или хорош не по своей природе, потому что день это дня ничем не разница, но по нашему усердию или беспечности. Если ты съела добро, то день для тебя хорош, а если ты согрешил, то худ и неразлучен с наказанием. Если ты будешь так рассуждать и так настраивать себя, совершая каждый день молитвы и милостыни, то весь год для тебя будет счастлив. А если ты, не заботясь о добродетели, будешь ожидать радости для души своей от начала месяцев и исчисления дней, то не будет тебе ничего доброго. Дьявол, зная это и стараясь отклонить нас от подвигов добродетели и подавить душевную ревность, научил людей счастье и несчастье приписывать дням. Кто убежден, что есть дни счастливые и несчастливые, тот в несчастливый день не будет заниматься добрыми делами, думая, что весь его труд останется тщетным и бесполезным по роковому свойству дня. А равный счастливый день не займется теми делами, думая, что его нерадение нисколько не повредит ему по хорошему свойству самого дня. И таким образом он в том и другом случае будет терять свое спасение и считая труды свои то бесполезными, то излишними, будет провождать жизнь недеятельную и порочную. Зная это, мы должны избегать козни дьявола и сторгать из души такое убеждение, не наблюдать дней, не пренебрегать одним днем и не привязываться к другому. Лукавый демон ухищряется против нас таким образом не только для того, чтобы ввергнуть нас в нерадение, но чтобы и оклеветать и создание Божие, и вовлечь души наши в нерадение и вместе в нечестие. Мы должны удаляться от этого и ясно знать, что нет зла, кроме одного греха, и нет добра, кроме одной добродетели и угождения Богу во всем. Радость бывает не от пьянства, но от духовной молитвы, не от вина, но от назидательного слова. Вино производит бурю, а слово – тишину. Вино причиняет шум, а слово прекращает смятение. Вино помрачает ум, а слово просвещает и помраченный. Вино вселяет скорби, которых не было, а слово отгоняет и те, которые были. Ничто, обыкновенно, так не ведет к спокойствию и радости, как правило, любомудрие. Придирать настоящее, стремиться к будущему, не считать ничего человеческого постоянным, ни богатства, ни власти, ни почести, ни покровительства. Если ты научился так мудрствовать, то не будет терзать тебе зависть, когда увидишь богатого, и когда впадешь в бедность, не унизишься от бедности, и таким образом будешь в состоянии постоянно праздновать. Христианину свойственно праздновать не в известные месяцы, ни в первый день месяца, ни в воскресные дни, но всю жизнь провождать в приличном ему праздновании. Какое же приличное ему празднование? Об этом послушаем Павла, который говорит. Посему празднуем мы не со старой закваской злобы и лукавства, но в бесквасности чистоты и истины. Итак, если у тебя чисто совесть, то ты имеешь постоянный праздник, питаясь добрыми надеждами и утешаясь упованием будущих благ. Если же ты неспокоен в душе и виновен во многих грехах, то и при тысячах праздников и торжеств ты будешь чувствовать себя не лучше плачущих. Какая мне польза от светлого дня, когда душа моя помрачена укоризнами совести? Итак, если ты хочешь получить пользу и от начала новых месяцев, то поступай так. По окончании года возблагодари Владыку, что он сохранил тебя до этого предела годов. Сокрушись своим сердцем, исчисли время твоей жизни и скажи сам себе, дни бегут и проходят, годы оканчиваются, много пути нашего мы уже совершили. А что мы сделали доброго? Неужели пойдем отсюда без всего, без всякой добродетели? Суд при дверях, остальная жизнь наша клонится к старости. 761 Так любомудрствуй при начале новых месяцев. Это приводи на память при годовых кругообращениях. Стань помышлять о будущем дне, чтобы не сказал кто-нибудь о нас, того, что сказал пророк о биудеях. Исчезли дни их в суете и лета их напрасном. Такой праздник, о каком я сказал, постоянный, не ожидающий круговращения годов, не ограничивающийся известными днями, может равно праздновать и богатый, и бедный. Потому что здесь не деньги нужны, не богатство, а одна добродетель. Нет у тебя денег, но есть страх Божий, сокровище лучше всяких богатств, которое не повреждается, не изменяется и не истощается. Посмотри на небо, на небеса небес, на землю, море, воздух, разнородных животных, разнообразные растения на всю человеческую природу. По мысли об ангелах, архангелах, вышних силах, вспомни, что все это богатство твоего владыки. Быть не может, чтобы слуга столь богатого владыки был беден, если Господь его милостив к нему. Наблюдать дни несообразно с христианским любомудрием. На это дело языческого заблуждения. Ты приписан к Вышнему Граду, принят в тамошнее гражданство, вступил в общество ангелов, где нет света, приходящего во тьму, ни дня, оканчивающегося ночью, но всегда день, всегда свет. Туда будем стремиться непрестанно. Вышний ищите, говорит апостол, где и Христос, одесную Бога, сидит. Ты не имеешь ничего общего с землей, где есть течение солнца и круговращение времен, года и дней. Но если ты живешь правильно, то и ночь для тебя становится днем. Равно как и для тех, которые проводят жизнь в распутстве, пьянстве и невоздержании, день обращается в ночной мрак, не потому, что у померкло солнце, но потому, что ум их омрачен пьянством. Замечать дни, находить в них особенное удовольствие, зажигать на площади светильники, плести венки, есть дело детской несмысленности. А ты уже вышел из этой немощи, достиг мужеского возраста и вписан в гражданство небесное. Не освещай же площади чувственным огнем, но озаряй ум твой светом духовным. Так досветит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего небесного. Такой свет принесет тебе великое воздаяние. Не украшай венками дверей своего дома, наведи такую жизнь, чтобы получить на свою голову от руки Христовой венец правды. Ничего не должно делать напрасно, без цели. Павел заповедовал делать все во славу Божию. «Едите ли», — говорит он, — «или пьете, все делайте во славу Божию». Но как можно, скажешь ты, есть и пить во славу Божию? Призови бедного, участником твоей трапезы, сделай Христа. И таким образом ты ел и пил во славу Божию. И не только это делать во славу Божию, заповедовал апостол, но и все прочее, как-то выходить на улицу и оставаться дома. То и другое должно быть для Бога. А как возможно, чтобы то и другое было для Бога? Когда ты приходишь в церковь, когда участвуешь в молитве и духовном поучении, то тогда выход из дома бывает во славу Божию. Так же и дома оставаться можно для Бога. Как и каким образом? Когда ты слышишь, что шум, бесчини, дьявольские торжества, порочные распутные люди наполнили площадь, останься дома, удались от этого шума, и ты останешься дома во славу Божию. Как оставаться дома и выходить из дома можно для Бога? Так можно, славу Божию, и хвалить, и обличать. Как можно, скажешь, хвалить кого-нибудь или укорять во славу Божию? Вы иногда сидите в мастерских, видите, как проходят мимо дурные и негодные люди, нахмурив брови с надменным видом, в сопровождении множества нахлебников и льстецов, в дорогих одеждах и пышных украшениях, люди, похищающие чужое или постижательное. Тогда, если кто скажет, как завидно их состояние, как они счастливы, такого укори, обличи, загради ему уста, жалей, плачь. Это значит укорять для Бога. Такая укоризма для сидящих вместе с тобой будет уроком любомудрия и добродетели о том, чтобы не увлекаться вещами житейскими. Того, кто сказал, это спроси. Почему ты считаешь его счастливым? Потому ли, что у него чудный конь с позлощенной уздой, что у него много слуг, что он одет в светлые одежды и безмерно упивается и роскошествует каждый день. Но поэтому он несчастен и жалок и достоин обильных слез. Я вижу, что в нем самом вы не можете ничего похвалить, а хвалите все вне его коня, узду, одежду. А все это не он. Что же, скажи мне, может быть горе с ней того, когда конь его, узда, коня, красота одежды и телесное благообразие слуг возбуждает удивление. А в нем самом не находится ничего похвального. Кто может быть беднее того человека, который не имеет никакого собственного добра и ничего такого, с чем бы мог отойти отсюда в вечность, но украшается всем чужим? Собственное наше богатство и украшение составляет не слуги, одежды и кони, но добродетель души, богатство добрых дел и дерзновение пред Богом. 763. Напротив, когда увидишь нищего, пренебрегаемого, презираемого, живущего в бедности, но добродетельно, и когда сидящие с тобой назовут его жалким, ты похвали его, и твоя похвала проходящему мимо будет наставлением и увещанием к жизни честной и добродетельной. Если скажут, как он несчастен и жалок, ты скажи, что он блаженнее всех, потому что имеет Бога своим другом, живет добродетельно, приобрел богатство никогда не оскудевающее, имея чистую совесть. Что за потери для него, что нет денег, когда он получит в наследие неба и небесное благо? Если ты и сам будешь так мудрствовать и наставлять других, то получишь и за укоризну, и за похвалу великой возмездия. Так как то и другое ты делал во славу Божию. Что я не напрасно говорю это, что великое воздаяние уготовано от Бога тем, которые так размышляют, и что великой добродетель составляет подобное суждение, опровождающих такую жизнь. Послушай, что говорит пророк. И как он поставляет в счисле добродетели обличение людей порочных и прославление боящихся Бога. И счислив прочие добродетели человека, имеющие получить почести от Бога, и сказав, каков должен быть тот, кто обитает во святом жилище его, что он должен быть непорочен, делающий правду, нелукавнующий, еще сказал, который не льстит языком своим и не делает искреннему своему зла, потом он присовокупляет, который боится Господа, боящих Господа славит, в очах которого презрен отверженный. Солом 14.1. Этим он показывает, что к числу добродетелей принадлежит и то, чтобы презирать порочных и хвалить и ублажать добродетельных. О том же говорит он и в другом месте. «А мне же взяло честны друзья твои, Божие, которые утвердились, и владычество их». Солом 138.17. «Кого хвалит Бог, того ты не порицай, а Он хвалит того, кто живет праведно, хотя бы Он был и беден. Кого Бог отвращается, того не хвали, а Он отвращается того, кто живет порочно, хотя бы Он изобиловал богатством. Будешь ли хвалим, хвалить кого или порицать, делай то и другое согласно с волею Божией. Можешь и порицать во славу Божию. Как? Мы часто досады в нас слуг наших. Каким же образом можно порицать их для Бога? Если ты видишь, что слуга или друг, или кто-то другой из близких тебе пьянствует, крадет, ходит на зрелище, не родит о своей душе, клянется, приступает клятвы, лжет, то вознигодуй, накажи, вразуми, исправь его. И все это ты сделаешь для Бога. Если же увидишь, что Он виновен против тебя, не родив услужение тебе, то прости его, и ты простишь для Бога. А ныне многие поступают напротив, и с друзьями, и со слугами своими. Когда кто согрешит против них самих, тогда они делаются жестокими, неумолимыми судьями. А когда кто оскорбляет Бога и губит свою душу, то они не обращают на это никакого внимания. Еще нужно ли приобрести друзей? Приобретай для Бога. Нужно ли приобрести врагов? Приобретай для Бога. Но как можно приобретать друзей и врагов для Бога? Если будем искать дружбу не с тем, чтобы достать денег, участвовать в трапезе, найти покровительство человеческое, но будем искать и делать своими друзьями таких людей, которые могут всегда вразумлять нашу душу, давать надлежащие советы, укорять за грехи, облегчать за проступки, восстановлять после падения и при помощи советов и молитв приводить нас к Богу. Также можно и врагов приобретать для Бога. Если ты видишь человека распутного, негодного, порочного, зараженного нечистыми мнениями, угрожающего причинить тебе падение и вред, то отойди, отбеги от него, как повелел и Христос, сказав, если око правое соблазняет тебя, то возьми, вырви и брось от себя. Повелевая таких друзей, которые дороги для нас, как глаза, и необходимы в делах житейских, устранять и отвергать, если они вредят спасению нашей души. Если находишься в обществе и ведешь длинную речь, делай и это для Бога. И если молчишь, молчи для Бога. А как можно быть в обществе для Бога? Если ты сидя там, будешь разговаривать не о житейских делах, не о пустых, тщетных и нисколько не относящихся к нам, но о нашем любомудрии, о гиене, о небесном царстве, а не о чем-нибудь излишнем и бесполезном. Например, кто достиг власти, кто лишен власти, за что такой-то наказан, от чего такой-то получил прибыль и разбогател, что такой-то по смерти оставил такому-то, почему лишен наследство такое-то, думавший быть в числе первых наследников, и прочим тому подобным. Об этом и сами мы не будем разговаривать, и другими не будем позволять. Но будем обращать внимание на то, какими делами или словами можно угодить Богу. Так же можно и молчать для Бога, тогда, когда тебя обижают, поносят и причиняют тебе тысячи огорчений, а ты переносишь все великодушно и ни одним словом не злословишь того, кто так с тобой и поступает. Не только можно хвалить и укорять, оставаться дома и выходить, говорить и молчать, но и плакать, и печалиться, и радоваться, и веселиться можно во славу Божию. Когда ты видишь, что брат твой грешит, или сам ты впал в грех, будешь воздыхать и скорбеть, то ты посредством такой скорби и приобретешь спасение, о котором не будешь раскаиваться, как говорит Павел, печаль, которая по Боге, соделывает спасение. Если видишь, что другое благоденствует, не позавидуешь ему, но за это как бы за собственное благо возблагодаришь Бога, соделавшего брата твоего столь славным, то за эту радость и получишь великую награду. 765. Что может быть, скажи мне, горестнее состояние завистливых людей, которые, имея возможность радоваться и получать возмездие за свою радость, вместо этого предаются скорби о благополучии других, и с такой скорби еще навлекает на себя наказание от Бога и невыносимые мучения. Но что говорить о похвалах и укоризнах, о печалях и радостях, когда и от самых маловажных и низменных дел можно получать весьма великую пользу, если мы совершаем их во славу Божию? Что маловажнее стрижения волос? Но и это можно делать для Бога. Если ты не будешь изысканно убирать волос, не будешь украшать лица, не будешь наряжаться к соблазну и прельщению, взирающих на тебя, а оденешься просто, как случится, и как требует только нужда, то ты сделаешь это для Бога. И без сомнения получишь награду за то, что обуздал порочную похоть и укротил неуместное тщеславие. Подлинно. Если тот, кто подает для Бога чашу студеной воды, наследует Царство Небесное, то представь, какое получит возмездие тот, кто все делает для Бога. Можно и ходить для Бога, и смотреть для Бога. А как можно смотреть и ходить для Бога? Когда ты не стремишься к нечестию, не занимаешься чужою красотою, и когда, видя идущую навстречу женщину, удерживаешь свое зрение, ограждаешь лицо свое страхом Божиим, то ты сделаешь это для Бога. Даже когда мы одеваемся не в дорогие и изнеживающие нас одежды, но в такие, которые могут только прикрыть нас. Можно распространить это правило и на обувь. Многие дошли до такой изнеженности и роскоши, что даже обувь свою украшает и всячески испещряет не менее, чем другие лицо. Это знак нечистой и развращенной души. Хотя это кажется маловажным. Однако как в мужчинах, так и в женщинах это есть знак и доказательство великого невоздержания. Итак, и обувь можно употреблять для Бога, если всегда будем удовлетворять только нужде, и ее ставить меры при пользовании вещами. А что и походка, и одеяние можно прославить Бога? О том, послушай, что говорит мудрый муж. А одеяние мужа и смех зубов, и походка человека возвещают о нем. Если мы в одежде будем соблюдать приличие, и степенность, и во всем показывать великую скромность, то и неверный, и невоздержный, и буйный, как бы он ни был бесчувствен, при первой встрече с таким человеком будет удивляться ему. Когда мы в брак вступаем, то это должны делать для Бога, имея в виду не то, чтобы получить богатое имение, но чтобы найти в жене благородство души. Не множество денег и знаменитость предков, но добродетели и кротость нравов. Мы должны брать сопутницу в жизни, а не участницу в пиршествах. Но к чему исчислять все? Мы можем подобно вышесказанному проследить каждое событие и дело, и все совершать для Бога. Как торговцы, плавающие по морю и пристающие к городам, выходят из пристани на торжеще, не прежде как узнавши, что можно получить прибыль от своих товаров. Так и ты. Ничего не делай и не говори, отчего не будет пользы во славу Божию. Не говори мне, что невозможно делать все для Бога. Если обувь, стрижение волос, одежда, походка, взгляд, беседы и собрания, входы и выходы, шутки и похвалы, укоризм и одобрения, дружба и вражда могут быть для Бога, то что еще остается? Что не может совершаться для Бога, если мы захотим? Что хуже положение темничного стража? Жизнь его не почитается ли ниже всякой другой? Однако, может, и он, если захочет, проводить эту жизнь с пользой для себя, когда будет щадить узников, услуживать заключенным неправедно, не торговать чужими несчастьями, когда будет общим пристанищем для всех, имеющих в том нужду. Так спасся темничный страж, приставленный к Павлу. Отсюда видно, что мы от всего, если захотим, можем получить себе пользу. 767. Что, скажи мне, тяжелее убийства? Ну и оно некогда было вменено в правду, дерзнувшему совершить его. Так важно делать что-нибудь для Бога. А каким образом убийство могло быть вменено в правду? Мадянитяне, желая некогда возбудить гнев Божий против иудеев, и, надеясь преодолеть их, когда лишат их благоволения Господне, наряжали своих дочерей, ставили их в виду войска и, прельщая евреев, приводили их сперва к Будодеянию, а потом их к нечестию. Видя это, Синие взял меч и, застав двух Будодействующих в самом действии греха, пронзил обоих и тем отклонил гнев Божий от исполнения мщения. Числа, глава 25. Таким образом, хотя это действие было убийством, но следствием его было спасение всех погибавших, а потому вменено, сделавшему его в правду. Такое убийство не только не осквернило рук его, но сделало их более чистыми и весьма справедливо, потому что он сделал это не из ненависти к убитым, но для спасения прочих. Убил двоих, а спас многие тысячи. Он поступил так, как поступают врачи, когда, не отсекая гниющие члены, сохраняют здоровье всего тела. Посему и говорит псалмопевец, стал финиез и умилостивил, и прекратилась сеча и вменилась ему в правду, в род и род до века. Псалом 105.30. Памятование о таком поступке осталось бессмертным. Другой, напротив, молился и разгневал Бога. Так опасно делать что-нибудь не для Бога, я разумею фарисея. Финиез сделал убийство и снискав Божие благоволение, а этот, молясь, разгневал Бога, конечно, не молитвой, но расположением духа, с каким он молился. Таким образом, и духовное действие может причинить великий вред, когда совершается не для Бога. Напротив, и житейское дело может принести великую пользу тому, кто совершает его из любви к Богу. Что может быть хуже и тяжелее убийства? Однако и оно сделало праведником, осмелившегося совершить его. Какое же мы будем иметь оправдание, утверждая, что нельзя отовсюду получать пользу и делать все для Бога, когда нашелся такой, который получил пользу даже от убийства? Если мы захотим быть внимательными, то во всю жизнь можем вести такую духовную торговлю, как в купли, так и в продаже. Например, когда не будем требовать цены незаконной, когда не будем ожидать времени дороговизны, чтобы тогда продать нуждающимся. Продающие пшеницу, скупо говорится в Писании, проклят от народа. Притча 11.26. Но к чему говорить о всех по рознь и о всем, когда можно представить все в одном примере? Как строящий дом, намереваясь выстроить стену, протягивает размерный снурок из угла в угол и таким образом воздвигает здание, в котором поверхность не имеет никакой неровности. Так и мы вместо этого размера будем употреблять апостольское изречение. Идите ли, пьете ли, или иное, что делайте, делайте во славу Божию. 1 Коринфянам 10.31. Итак, молимся ли мы или постимся, обвиняем или прощаем, хвалим или укоряем, входим или выходим, продаем или покупаем, молчим или разговариваем, или другое что делаем, будем делать все во славу Божию. А что не служит к славе Божией, того не станем ни делать, ни говорить. И где бы мы ни находились, будем носить с собой вместо великого жезла, вместо оружия, охраны и несчетных сокровищ, сказанное изречение. Начертав его в уме, дабы делая и говоря и предпринимая все во славу Божию, нам получить от него славу и здесь, и по отшествии отсюда. Прославляющих меня, говорит Господь, прославлю. 1 Царств 2.30. Итак, не словами только, но и делами будем прославлять его непрестанно со Христом, Богом нашим. Ему подобает всякая слава, честь и поклонение. Ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.